Ну, в первую очередь, MVP Phoenix. Раз. Дальше. Кто у нас там вчера вышли? Команда Terian с легендарным Ямотехом. Уже прошли в одну четвертую. First Depachi. Мы за ними сегодня также посмотрим. Они будут играть против команды с замечательным тегом Team2015. Из Монголии, кстати говоря. Фнатики, разумеется. Execration, TNC, Mineski, Mineski X. Так что... Очень бодрая. Очень бодрая у нас тут тусовочка. Ну что ж, переключаемся непосредственно к пико-банам. Здесь у нас пока все достаточно дефолтно. Все по мете. Идут, в принципе, и те, и другие. Rexergan забрали у нас Witchdoctor, Doom'а и Sven. Осталось им определиться, соответственно, кто у них отправится в mid-lane и в сложную. Но не факт, что это Doom будет оффлейновой. Все-таки у нас сейчас такая мета пошла, когда и Ксяо Осина недавно демонстрировал на китайской сцене, на колок к эпицентру, что Doom'а это тот герой, которому достаточно купить сапог, скушать одного крепца и просто бегать по карте, наводить движуху. Вторая минута, поднял руну, побежал вперед. Четвертая минута, поднял руну, побежал вперед. Фармить вообще неинтересно. В свою очередь, Сигнетчат Раст решается, я так понимаю, подфармить. Берут они медузы. Хотя и медузу также можно собрать в такого героя, который будет буквально после стадии лейнинга ходить с командой и раздавать плюшки. Потому что здесь по тимфайту у Сигнетчат Раст есть хорошее подспорье, разумеется, в виде фестли с Вайда. Есть хроносфера, ребята, собираемся, смоу и идем ломать лица. Хрон на кулдауне, соответственно, фармим. Очень профитное занятие, но опять-таки очень зависящее, в первую очередь от Вайда, от его хрона, как он поставит, будет ли вообще вводит жив, и все ли у него будет хорошо. Это у нас получается расстановка по линии у Сигнетчат Раст будет в сложной. Медуза фармит, Леон ромит, Эрспирит ромит. То есть два вот этих вот супер агрессивных саппорта. Ну и понятно, очевиден. Очевиден и логичен пик пака на центральную линию от Рекс Фреган. Нужен герой с эскейпом, это без вариантов. Дес сложно. Да, все-таки это будет именно так. Это будет дум ромящей от индонезийского коллектива. Ну интересно, интересненько. То есть с одной стороны будет ромить у нас Эрспирит и Леон, с другой стороны будет ромить дум. Ну, про Вич-Доктора так не скажешь. Все-таки это Бэби-Ситтер, как ни крути. Ну и... Там они за два стана, кстати, Вайдат могут и подзабреть. Если еще касочки хорошо прокнут, там под Маледиктом никакой таймволк-то и не поможет. Такое-такое. Матчи у нас сегодня идут все по расписанию, вне заместимости от того, как они пройдут быстро, либо медленно. Следующая игра у нас стартует в 14.00 по центральному европейскому времени, соответственно в 15.00 по Киеву и Москве. Ну а пока смотрим. Игра у нас началась с небольшой задержкой. Разумеется, все, кто виновен, все были наказаны. А именно, Рекс Реган получили пенальти первого уровня. Ну, разумеется, это отражается в том, что недопадительное время на обдумание пикебанов уменьшено. Сигнал 4 раз получили пенальти второго уровня. То есть еще прям чуть-чуть и был бы тех луз. Ну да ладненько, поехали мы по составам команд быстренько ознакомимся. Пока у нас вовремя паузу поставили. Хорошо. Рекс Реган, Килтузат у нас будет играть на Свене, Ябьо. Да, Ябьо. На паке Коала, ДС, Вареж будет играть у нас на Вич Докторе и Хепхер сел на Дума. Сигнал 4 раз, в свою очередь, на Дэдпрофит будет играть Майпро, Келс, Лакелс будет играть на Медузе, Бумбел, Леон, Джабс. Кстати, известный парень будет играть на Эр Спирит и Феймао, это Фейс Лисплойк. Сразу идет телепорт от Варда, ой, телепорт от Варда, телепорт от Вайда, конечно же, чтобы поставить себе Вард сложно, уверенно себя здесь чувствовать. Но вообще логичное решение, понимает вот, что он будет стоять против Свенчика и Вич Доктора, даже несмотря на его супер крутой эскейп в виде таймволка, лишний раз быть уверенным, то что на тебя выходит, конечно не повредит. В свою очередь, также и Рекс Реган прибежали сюда, поставили Вард для своего мидера, смотря как видим у Эр Спирита нет. Кстати говоря, а почему не пойти в Агрессивную Триплу, ребята, на Медузку? Не хотим, прибежал Свен, но Свен уже поздно, нет, Свен здесь настроен пофармить, у него 8 тангусов, манго, да, Свен отсюда никуда не уйдет. Ну, в принципе, я уже видел вот эту вот тему, что берут Медузу в надежде законтрить Свена. Ну, когда есть Тонгейз, окей, это работает, а когда Тонгейза нет, ну, до свидания, Свен вообще не прощает. Более того, как ни крути, Свен все-таки перефармливает Медузу, объективно говоря, и с командой он может начинать ходить гораздо раньше. Ошибается, Эр Спирит, ошибается, куда же ты идешь, ну, ты же не в паблике играешь, ну, что это такое? ФБшечка подъехала, для пака причем, вот это начало. Ну, и нижний ровно так же здесь забирает у нас пак. Эр Спирит, Эр Спирит, причем, самое интересное, обратите внимание, он шел туда, обычно, зачем идут, забанить дальний спот, на отвод, да, но у него ни варда, вообще ничего с собой не было. Не знаю, если бы поставили паузу и написали бы Эр Спирит Проблем Коннекшн, я бы еще поверил, ну, какой-то интересный гейминг был в его исполнении. Посмотрим на Арстон в Каполине, в миде у нас пак против Death Prophet, здесь еще у нас и Дум подтянулся, ну, разумеется, Эр Спирит будет также здесь частый гость. Внизу ДС против Медузы и Леона, ну, и, соответственно, на топе, как предполагалось, Левоед против Даблэ. Ну, Вич Доктор его здесь активно разминает, причем Вич Доктор-то вард свой пока не ставил, сейчас посмотрим мы на Вижен, такая вот ситуация от лица Рекс Регам, вард только в миде у них стоит, ну, ладно. Посмотрим, как себя Думка здесь будет проявлять, как ожидалось, Хепперу посадили на сапог, причем на первом левеле он себе взял Инфернал Блейд. Уж не знаю, мисклик ли это, да, понятное дело, там Эр Спирит заходил на хайграунт и нужно было его забреть, но тем не менее, он сейчас вынужден лечить второй левел у пака. Просто так бы у него был Девавер, забежал в лес в Авражский, источил Кребца и мог бы рядом с ДСом. ДСа здесь, конечно, очень больно, он себя второй левел апнул, тем не менее, чувствует неуверенно. Тем не менее, пока себя чувствует неуверенно, но и заставляет, заставляет его текущей ситуации отходить на базу. Обратите внимание, 3 Кларити закупил нас ДС. Ну ладно, как у нас там по паку? Пак уже левел 3,5, 9 крипов, Дэд Пропит 7 крипцов, врыв, на Вич Доктора, Вич Доктор, проблемы большие, откидывает кассочки, но его здесь не отпускает. Ну вот он, приход Эр Спирита, хорошо, здесь сыграл Джабс, поднял второй левел и вот со вторым-то левелом можно пака поактивнее поразминать, даже несмотря на все его супер крутые эскейпы. Спасибо. Там у нас Сюрш первого левела. Ну, Медуза не та цель, или хотят Медузу, но это нагло, понимает, понимает Медуза, что что-то здесь не так, как много урона. Или он, или он как знал, что нужно отсюда было уходить. Да, очень четко сыграли здесь, ребята, из Рекс Реган, становится 2-1. Тем временем здесь на топе активная игра от Вир Спирита, разминают Свенчика. У Свена было 8 тангусов, остается аж целых 3 веточки. Надо как-то поагрессивнее играть Свену и Вич Доктора, все-таки у них проказ очень лютый, даже несмотря на то, что Свен максит Клифф, как сейчас и положено. По 2 станы скинулись, по 2 края и поехали вперед, почему бы нет. Вот он первый выход Думы, но на сей раз уже с Кентавром. Там пак, как все говорят, скоро уже будет левел 6, и после такого буста, начиная с Эр Спирита и 2 руны поднял пак, может очень активную игру делать для своей команды. Соответственно, если создать хороший спейс Свену, когда Рекс и Реган будут банально играть вчетвером, Свен там так овер-быстро выфромит. Что ж ты делаешь, Леон, куда ж ты пошел? Ну здесь Леон, разумеется, не должны отпускать. Да, Дум наказывает. Хотя, наверное, лучше было бы этот фраг оставить в пак, он там под землей. Такое. Ну, у нас левел 4 с Вардом. Сейчас, наверное, есть смысл куда-нибудь вот сюда вот на вышку поставить и контролировать вражеский лес. И активно здесь поселиться. Свенчик у нас топовый Крипстат 25 на 7, Медуза идет 22 на 5, Медуза идет через Змейку, Фейзы, Аквила. То есть все по дефолту. Вообще интересно, как здесь будет у нас, какой айтем билд возьмет Локельс. Будет ли это в Линка, либо же как-то в Жир будет уходить. Скади вообще мастхэв против Свена. Но опять-таки Свен будет выходить в Блинк. Это без вариантов. Ну и скоро у него будут большие проблемы, конечно, у Сигнетча Трасс в виде этого пака. Пак вот-вот уже будет левел 6. У нас тем временем Эверспирит приходит в мидлейн. Ну, пак не та цель. Там и Арба у него, там и Шифт, и рифтанет он тебя. Там сейчас Койл уже будет. Не та цель, пак, как ни крути. У него тем более еще и Дум в спине, а не на развороте мог, как навалять. Тем временем здесь убивает. Убивает Ваеда, Варкрай и Фимао уходят. Отпустили его, ничего себе. Все-таки в миде доигрался. Доигрался Death Prophet. Четко сыграно, только получил пак 6-й левел. Сразу держи Койл в лицо и до свидания. 4-1. Вот такой вот начал. А я по-прежнему напоминаю, что последний раз Rex и Ригам обыгрывали Сигнетча Траст 17 мая 2014 года. Они много игр играли после этого. Это не так, что сыграли одну игру и все, больше никогда не встречались. Если нет, что подобное, они много игр играли и ни разу ребята из Rex и Ригам не выигрывали. Но пока у них все неплохо начинается. Пока Койл через 25 секунд откатится, можно куда-то уже и выходить. Миндузка пока фармит. Миндузу после того раза уже больше не напрягают. Миндуза левел 6-й. Геоматик, грипп, кирпич. Сайленса нету здесь, пропит. Нет смысла. Джабс очень круто, пришел вот на топе, когда забрели они Вич Доктора. Почему бы еще раз не понапрягать Свена? И более все же понимают, что у Свена там стан в единичку. Замакшный клип тоже делал такой, ну просто бегаешь его кайтишь. Да? То ли дело, если был замакшный стан, тогда да, прокас лютый. Ну а так-то. Тем временем у нас смок-атак, который к серьгам видит Курьера. Здесь есть Леон, спалил смок. Поставил в арт-дум, но тут здесь крипы испалили. И, соответственно, понимает нас, Медуза Леон, что делать нечистое. Лучше задавить под ТВ-рок. Здесь даже еще и Вич Доктор прибежал. Смелый парень. Ну, ганг не оправдался. Возвращается пак на центральную линию. Разумеется, Дэд Пропит ни в коем случае нельзя отпускать. Докторчик пока 37 на 11 идет. Но оставляет война. Вот, кстати говоря, уже может подключаться к своей команде. Есть купол от Уфеймао. Ну и вот 26 на 3 вынес. Пурман Шилд. Менеджер команду не умеется. Ну, разумеется, дефолтный обсервер. Причем настолько не по таймингу поставил Дум. Разумеется, игроки так уровень. Они должны понимать, что как раз таки вот в этот период времени должны проходить крепцы, и этот вайп сервер спалит. Как здесь по башке-то, Дэд Пропит? А если на развороте тебе? Нет. Дум, сразу землю и втопил. Дум, так, как говорят, у нас сатиром. Очень много он прокаста вынесет магического. Третья земля. Шок вейв. Там мало не покажется. Но самое главное, у него скоро будет шестой. Вот сейчас, если еще Баунтиру на подлове, то все будет у него просто шикарно. Вот выходит Сверхспирец. Ну, это иллюзия. Что-то там по Свену. Раз стаки. Раз стаков нет. Сейчас уже будет доминатор у Кельтузада, и, соответственно, можно будет отправлять крепцов. Здесь вовсю уже заблочен спот. Если говоря, с антракта там уже полтора минуты осталось в сентре. Что? Доварни, недоварни, сам скоро закончится. Ну что ж, Пак у нас, я так понимаю, не хочет реализовывать нулик в Вейл оф Дискорд. Но ничего, очень популярная тема на мидерах. Будет сразу выходить здесь в Блинкдаге. Ой-ой-ой, Феймау! Как там на буквально последней секунде сбивает ему телепорт. Вот, есть у него хроносфера. Поставил хрона по двоим. Но уходит на лоу ХП. Пак, откатилась арба. Пока. Пойдет ли дальше? Ну, хорош. Не забрели Вайдан, но тем не менее. Потралься на хроносферу. Койл-то не жалко. Койл откатится через 75 секунд, даже уже меньше. А вот без хрона, это, конечно, беда. Но в любом случае, Войс свою жизнь сохранил. Вообще, вот, обращаю внимание на юго-восточный регион тем, что у них тоже здесь своя дота. То есть, американский регион славится тем, вот, в последнее время, да, то, что там команды первые 10 минут стадии ленинга активно друг другу бьют лица. И потом в мид-гейме активно фармят, вне зависимости от того, у кого там какое преимущество. Это уже просто как каноны какие-то. В Китае очень быстрый темп игры. Вот в юго-восточной Азии пока непонятно. Есть команды, которые и быстро играют. Есть команды, которые и в такую три-хардовую фармящую доту исповедуют. Причем, вне зависимости от уровня, круче тебя соперник. Вот, например, прогнозы на этот матч по букмикерам. Так, у нас здесь у Медуза проблемы с Тонгей. С Тонгей сейчас закончится. И проблем только начнутся. Дум уже готов нажимать кнопку. Дум подсержу, и пришел сюда, Войс без хроносфера, но Дэдпропит не отпустит. Дум умирает. Дум должен умирать, конечно. Пришли, конечно, тиммейты. Можно было, конечно, нажимать кнопку. И пак с паркастом. Ну, такое. Медуз забирает Дума, и сам Голланд забирает с него стрик. 1200. И Славро. Нормально. Нормально сыграно. Давайте посмотрим мы по Нетворсам, как у нас там идут команды. Преимущество за Рекс Ригам почти 2000. Даже в один прекрасный момент было почти 3К. По экспириенции также у них все очень хорошо. Но, несомненно, стадия Ленинга за ними. И начиная с такого лютого закидона Физблада от Earth Spirit здесь, что, собственно, и думает. Пак. 100 монет остается до Блинк Даггера. Вот еще забрать пачечку. Сейчас появляется Блинк у пака. Дум. С кнопкой разбиваем Смоук и идем в атаку. Почему бы не реализовать свои ультимейты? Было бы, конечно, очень шикарно, профитно. Там и Вич Доктор с палкой. Вот как раз он несет Смоук. Должна, должна сейчас пойти атака. Что у нас там по Свену? Свенчик 9 левел. Топовый по Нетворсам. Но Медуза, как мы видим, от него далеко не отстает. Это самое главное. Медуза у нас немножечко уходит подальше в свои леса. Физы Барабана Аквила. Он понимает, здесь уже Лакелс, что в лесу пасоваться нечего. Отдают вышку. Сейчас как раз наступает такой момент, где пик Рексер Гам очень силен. Они получили все свои главные ультимейты. Они получили ключевые итемы. Там у Пака Блинк, у ДСа. Ну, кстати, у ДСа здесь Мекка это и не пахнет. У него Аркейн Тапки. Вот, вышка упала. Причем не стали забирать, а дали Кребцам. И выходит, выходит с Макеномит. Не хотят отдавать свой Тауэр. Уже Суэн перебежал. Прямо так вот нагло, глубоко хотят зайти. Ну, хорошо. Самое главное, Думу первому нажать кнопку. Есть хроносфера. Леон пока без ультимейта. Ну и Дэдпропит. Дэдпропит внизу. ТПшечка и телепорт есть. Дум. На улице ночь наступает, как не вовремя. Вижен маленький. Ворвались на Медузу. Медуза успевает прожать в Томгейс. Хроносфера. Не по кому Феймау не попадает. Что ж такое-то? Ну вот Койл хороший. Подкопа двоим от Леона. Ну и Куала здесь склеивается. Также проблемы у Дума. Дум умирает. Это пока Размен 2-2. Самое главное, Медузу забрали. Ну и Дэдп. Дэдп Дум на ней закончился. Ну неплохо. Размен 2-2. Несомненно, потеряли Дэса и Дума. В свою очередь забрали Уэшспирита и Медуза. Пак 1300. Ну, здесь, конечно, против Магдентайса не поспоришь. Под каким-нибудь фейлом смотрелось очень шикарно. Но самое главное, хроносфера. Хроносфера в пустоту. Таврды здесь, конечно, сигналь чуть раз не отдадут. Два телепорта и есть... Нет, Глифф у них отсутствует. Разумеется, я думаю, Рексригам не на такой результат рассчитывали. Выходя в смоук-атаку на своих оппонентов. И для них могло закончиться все гораздо хуже. Попадение всех хроносфера. А это вот теперь смоук-атака от Сигнальти Траст. Леончик-то уже шестой. А здесь СВН. Хекс. Палец прям сразу. Ну здесь без шансов для кэри-комманды Рексригам. Еще бы стаки, конечно, его бы забрать. Но некий. Хотя бы Урсу. Вот так вот ее сифонить. Нормально. Вот СВН надо ставить. В башке счет становится 5-6. Что у нас там по паку? Вообще, я думаю, есть смысл выходить в какую-то Вейлу в Дискорд. Паракаста магического у Рексригам не так выше много. Но как раз таки Вейл его и усилит. Ну, в первую очередь, сами кнопки пака. И там с Iron Shell в Дискорд будет больше влетать. И Дум под своей землей, разумеется, будет больше дамажить. Такое. То есть всего по чуть-чуть. И вместе получается достаточно-таки бодрая движуха. Что у нас там по СВНу? Яша. Пока есть только Яша. Ну, не факт, что это будет Саша. Яша, может быть, сразу в какой-то Блокенбар пойдет. Может быть, в Блинк. Все-таки БКБ здесь такое. Тебя и в Хроносферу словят. Тебя и Стоунгейз словят. И Экзорцизм пробивает. Как всем известно. Поэтому здесь... Ну, самое главное, здесь надо фармить. Фармить, фармить, фармить. Чтобы один прекрасный момент фарматься и из двух критов всех положить. Я думаю, что до Сигнаетча трассы сейчас могут в очередной смог разбивать. У них есть самый главный ультимейт, от которого они могут играть. Это Хроносфера. Ну и, в принципе, если сейчас говорить, кому такая игра на руку. То есть не спеша, все фармят по чуть-чуть, понемножечку. Я думаю, несомненно, для Рекс Реган. Все-таки, опять-таки, возвращаясь, что Свен тот герой, который может помогать команде играть вместе с ней гораздо быстрее, нежели Медуза. То есть он сейчас себе выносит Сию, выносит себе Блинк. И все, Смок, побежали. Нет никакой движухи, нас кайтят, окей, пофармлю. Конечно, то же самое можно сказать и Медузу, но она не обладает такой мобильностью. Она вот просто такой ходячий танк. Ну и как ни крути, здесь все-таки Линкед Сфера, наверное, понадобится. Понадобится, потому что получает Медуза Дум, но и Стоунгейт за ней бой. Потому что здесь все-таки Стоунгейт с одним из ключевых айтемов, айтемов скиллов, конечно же. Именно он остановит Свена во время замеса. Но если в Войт Хронсфера не попадет, то что пока Хронсфера от Фэймао, но оставляет желать лучше. Одна охрана, конечно, была первая на Сван. Но там было жизненно необходимо ее ставить, иначе бы склеился. Вторая, самое главное, в замесе он с ней прогадал. Отправляется Пуш, стреляясь с вергам в верхнюю линию. Такой размен товаров, потеряли свой тавр на миде. То есть они не хотят им отдавать. Фэймао готов уже искать Хронсферу. Тайм Далейшн. Ну и на этом все. Давайте посмотрим по айтемам, что у нас интересненького здесь намечается. Пак есть став в стэше. Но не факт, что это будет догон, хотя кто его знает. Все-таки бёрст дэмэдж на Death Profit нормальная тема. Сейчас посмотрим, разбивает смок. Райсергам, забег на вражеских энчантов. А здесь Леон. Леон и Хайграмни спалили всю движуху. Хороший камень, но Пак успел ворваться. Койл по двоим. Никуда отсюда вы не уйдёте. Приходит Death Profit. Леон нужно забреть. Леон с прокастом успел разультиться. Леончик, но его всё-таки убивают. Джабс. Джабс, Джабс. Также склеился. Он успел поставить магнетайз. Стяжку и Doom по Death Profit. Death Profit также в таверну. 3-0 даблкилл для Дума. Пришёл Войт. Ну что ж так поздно? Хрона по троим. Ну и нет пока ДПСа от Медузы. Ну и забрали всего лишь одного Вич Доктора Signature Trust. Слабо. Слабый гейминг, несомненно. Давайте посмотрим Fight Recap, как это было. Или рановато. У меня здесь Слен не прощает без ман. Ну тавер, обратите внимание. Если, значит, раз тавер-то не отдают и боятся. Роксфигам боятся. Хотя могли и забрать. Ну вот она, та проблема для рейдинтов, которая будет долго им мешать. Не то, что мешать, просто упираться в их пик. Окей, у вас есть хроносфера. Но дэмэджа туда такого нет. Да, раскрывает Death Prophet Exorcism. Но пока эти духи полетают. Все-таки, какая там хрона у нас? Вторая? Ой, даже первая? Лол. Длительность 4 секунды. Ну окей, даже там от второй 4,5. Погода особо не сыграется. То есть, я имею ввиду, нету какого-нибудь Девавера. Нету Герокоптера. Которые просто пришли, нажали по одной кнопке. Вот, собственно, и весь ДПС. Такого нет. Весь дэмэдж периодически. Самый такой жесткий бёрст в хрансферу. Вот этот вот парень. Но опять-таки. Здесь нужно ждать Медузу, пока она выфиранит. Медуза у нас с Яшей. Вообще, ленка ленкой, говорил я по поводу Дума. Но все-таки Манта ставил. Также норм темы лишний раз с себя риф скинуть. И активирующий Дум пытается угадать, куда там, на кого дать свой ультимейт. А может быть вообще другого героя. То есть, все-таки ситуативно. Топовый натворство у нас по-прежнему за Сфеном. Сегодня остановим в фарме. Здесь у него Саша Яша. 0.1.4. Не сказать то, что незаметенна, все-таки игра пока не богата на фраге. Ну, появляется Мекк у ДС. Остается здесь какой-то собрать еще Блинк Даггер. И тогда вообще будет боевой парень. Рошана хотят забрать Сигнетчат Раст. С Экзорцизмом вторым, почему бы нет. Вопрос в другом, отдадут ли? Потому что уже идет перетяжка. Здесь Дарксир. Дарксир с прокастом. У него первая стенка, но тем не менее, не могут подраться. Разбивает Смокрексерган. Смокрексерган. И начинает, начинает окружать со всех сторон Пак. Арбой просветил. Рошан полхопает. Дум ворвался сразу кидать ультимейт на Медузу. Коил от Пака. И пошла жара. Хрона по двоим. Кстати говоря, хороший это Хрон. Он выключает из игры Свена и Вичдоктора. Ну, там, тем временем, Пак это у нас сбрили. Подкоп от Леона также прекрасно ДС в таверну. Размен два в одного. Дума мужика борется. Но Дума здесь должны все-таки забревать. Неплохой вард от Вичдоктора. Разобрали Вир Спирита. Стон Гейз. Замерз Свенчик. Байбайка Вир Спирита. Но он без прокаста. Просто, чтобы спасти своего кэрри. Ну и плавили у нас Феймау. Феймау дает таймволк. Он также должен отсюда уходить. Честно говоря, не знаю я, зачем сделал байбайку Вир Спирит. Ну, лишний раз и Рексерган не пойдут на Рошана. Но Дум хорош. Медуза, вроде как, казалось, быстро вырубили из замеса. Но она уже была на Рошане под экзорцизмом. И тем самым нанесла очень много урона. Я вот в который раз обращаю, как много делает в замесе Вир Спирит. 2К. Его вырубают одним из первых. Но тем не менее, он успевает нажать все свои кнопки. Повесить хороший магнетайз. И, соответственно, ну, мастхэп. Ему нужен Вейл. Вот у него есть талисман. И если сейчас просто Леону отойти на фулл файп позишн. Почему бы своему тиммейту не собрать этот этап? Нормич, говорят. Ну, теперь уже Рексерган заходит на каленого Рошана. Ну, сигнайчит раз. Хочешь, не хочешь, придется отдавать. Они просто не успевают. Да. До свидания. Более того, можно еще и феймалу забреть. Коэл, вот тебе Дагон. Ваншот. До свидания. Войт. И очередной Дефарт. Это минус Дэдпропят. Ворвался Джабс. Джабс магнетайзом. Дает магнетайз по-троим. Джабса также должен забривать. Но там Стоунгейс у нас от Медузы. Убивают все-таки Пака. Ну, все. Стоунгейс закончился. Те же же проблемы Медузы. Это Тим Вайп. Это Тим Вайп от команды Сигнеча Траст. Медуза даже не сможет забрить ДС. ДС-Видер авансовал. Вот так вот. Держи по башке. Это Келс. Да убейте же вы эту Медузу. Догорело. Догорело. Байбек от Вайда. Хроносфера по-двоим. Бой здесь тоже не жилец. Пытается он убить хотя бы Дума. Хроносфера закончилась. Дума подсюжил и уходит. Таймволк от Вайда. Бой также живет. Будет ли догонять? Феймау. Ну, а нечем цеплять. Дум просто пэшился. Давайте посмотрим Fight Recap. 5 в одного. Какая боль. Какая боль. Медуза. 5к урона. Ну и самое главное. Посмотрите. Здесь 2000. Золото поднимает Рекс Регам. После этого замеса. Они забрали Рошана. Они забрали Аегис. Аегис по-прежнему есть у Свена. Ну и смотрим мы на графике. Уходит. Уходит просто вперед. Под своих соперников отрывается Рекс Регам. 10 тысяч по надворцу. Они впереди. По экспириенсу у них также все очень хорошо. Еще становится 16-9. Ну что, теперь можно идти в атаку. У Свена есть Блинк. Выходит БКБ. У нас Kill to Z. Что будет? Мид атака. Да, на Феймау. Уйду на него. Даже не пожили. Ничего себе. Ну не знаю, не знаю. Все-таки... Стан, рифт, пака... Ну не знаю, по-моему, такое. Внизу, тем временем, проблема у Медузы. Здесь еще подстрял Леончик. Ну, несмотря на это, забрели Вич Доктора. Забривают Дарк Сира. Минус Деттл. Пришел пака, пацаны. Проблема у Джабза. Джабза ни в коем случае не должны отпускать. Здесь уже Детт Кропит под Сифоном. Подняли дома. Нужно за домом драться. У Свена есть АЕС. У Свена есть АЕС. Он разворотит. Потому что боятся экзорцизма. Просто боятся экзорцизма у нас. Рекс Регам и не решают дальше дайв. Размен 2 в Дал у нас произошел. Блин, ну мне просто бросается в глаза вот этот вот красный столбик. По-прежнему всегда над этим парнем. Так не каждый раз бывает, друзья. Для тех, кто не обращает на это внимания. Зачастую у Эф Спирита, даже когда не фокусит, он такие прокасты не удает. Он так много демиджа не впиливает. Я в очередной, в очередной раз обращаю внимание, что ну просто Вейлму маст хэв как можно быстрее. И вот он уже появляется. Вейлму в Дискорд. Хорошо. Там 2 магнетайз. И огромная, огромная проблема будет у Рекс Регам. Да, там есть Мекка, но если по-прежнему так дела пойдут у Эболы, то есть смысл и про пайпуху задуматься. Факт не стал, Макс у нас Дагон. Причем выбор его после Блинкдаггера как раз таки оплотный для Смаза Дагон оправдался целиком и полностью. Это несомненно. Но тем не менее, Дагон Максит не стал, берет себе и Ульсепту. Мудрое решение, как говорится, Дум у нас будет выходить в Кримсон Гвард. Что у нас по ДС и ДС с Меккой. Вич Доктор всего по чуть-чуть. Но я думаю, здесь мы что-то серьезного в видеоганима и так далее вряд ли увидим, хотя кто его знает. Просто там по СВНчику СВН, БКБ уже инкамен. Но здесь все понятно, в Рекс Регам у них все очень круто, они идут в атаку, а Егис скоро уже закончится. Я думаю, вряд ли здесь СВН его как-то выбьют, разве что только на Хайграунд не пойду. В свою очередь Леон. Леон до Блинка еще не скоро, хотя зацепить Пака, но без шансов. Пак еще сам на развороте хочет. Есть Койл на Дедпропят. Видел, что маны нет, там еще 11 стиков. Потягивается Дум, Дум без Бляка. Ты сейчас откатился. А здесь уже и, пацаны, вот тебе Дум на Медузу. Надо хоть кого-то цеплять, иначе они уйдут просто на халяве. Верспири, прекрасный камень по двоим, СВН бежит в атаку. Ну, Дум потрачено. Дум потрачено, и сейчас можно, сигначит, раз просто переждать ультимейт на Медузе, и на развороте в Смоке самим уже начать движ. Блин, в очередной раз я отмечаю вот этого молодого человека. Он играет, ну, очень хорошо. Разбивает Смок. На всякий случай даже сэнтри поставили, мало ли здесь. Опс. Ну, и идут в атаку. Рошан у нас закончился, причем Next Roshan будет долгий. Через 5 с половиной минут. Ну, вот Кримсингвард появляется у Дума. Кстати говоря, он зайдет сюда очень четко, поскольку с руки особо не так много урона. У Сигнеча Траст очень много магического прокаста. Как далеко они дайвят. Ну, в свою очередь, и Рексер Гам понимает, что у них нет одного из ключевых ультимейтов, и очевиден Смок от соперника. В общем, так зажаты возле СОТ-2. Ну, и здесь уже все, Сигнеча Траст раскрывается. Но ли он на этом не успокаивается? Покупает саппорт команды Сигнеча Траст очередной Смок. Ну, хотят еще раз пойти, потому что понимают, что кулдаун ультимейта у Дума еще 40 секунд остался. Разумеется, ребята такого урона там все считают в точности до секунды. Не стал, кстати говоря, у нас Дарксир выходить в какой-то Блинк Даггер. Взял себе Гординг Ривз. Свенчик, Свенчик, Свенчик. Ну что, здесь, в принципе, Сфену осталось выходить в криты и дальше разговаривать со всеми очень быстро. Я думаю, вряд ли мы здесь что-то увидим экстравагантное. Может быть, какую-то башу и так далее. Но он здесь не нужен. В свою очередь, у Медузы появляется Линка. Окей, эта Линка тебя спасет от таргет-спелла. Ну, самое главное, разумеется, это Дума. Можно на тиммейта повесить. Ну, а что по ДПС? У тебя белого дема уже 135 с руки. Все-таки здесь еще фармите-фармите, там, в Кимскаде. Вот, Дум потрачено. Хорошо, успевает прожать Стоунгейс, Медуза. Приходит Дэд Пропет. И проблема у Думченко. Забрили также ДСа. Отлично, ДС проказ свой не дал. Забрили Дума. Забрили Дума. Убейте же вы его. Ну, здесь Свен под БКБ. Дэд Кварт поставил Вич Доктор. Хроносферу! Что за хроносфера, Мао? Ну, и 2-2 размен. Здесь уже и Пак, и Медузу также похоронили. Трипл килл для Пака. И лишь один Эвер Спирит выживает во всей этой грязи. Ну, это действительно была грязь. По-другому не назвать. Ни разу не красивая, как у нас трансфера была от Феймао. Ну, и по натворству становится все очень чудовищно. Свен по-прежнему на первом месте. На 4 тысячи он обгоняет Медузу. Следуя у нас идет Пак. Вместе с Медузой. Пак с Ивулем. И что у нас там идет по Паку? Да. Это Бутс оф Требл. Мобильность овер 9 тысяч. Посмотрим, будет ли здесь Максится Дагон. Либо же выходить в какой-то Хэкс. Почему бы нет? Скоро у нас появится Next Roshan. Пак левел 15. С Веном 2 500 на руках. Вообще, конечно, зачем это все началось очень неплохо. Не прочекал Дум. Инвентарь Медузы. Потратил свой ультимейт. Но, как оказалось, этого было мало. Леонечка левел 10. Леонечка вообще достаточно бедный парень. У 3 тысячи на Творца. В свою очередь, Вичдоктор 5 тысяч на Творца. Но он банальный. Если даже посмотреть, обратить внимание на внешние вышки. Да, у Сигнечет Раст. Тавр в миде. Тавр. Да все, только тавр в миде. В свою очередь, Рекс Регам еще 3 внешних вышки имеет. Ну, несомненно, это запас по денежкам. Но, а тем временем, у нас внизу в очередной раз забревают Death Profit. Лидер, конечно, команды Сигнечет Раст в этой игре пока не очень заметен. Уже 6 раз побывал в таверне. Ну, как заметен, но в таверне. Ну, что, на рампу будут заходить Рекс Регам? За байбэком, наверное, хотят. Наверное, хотят за байбэком. А вот Death Profit, как мы видим, здесь Актарин накрапывает. Есть у Сулбустер. Так, пятером на нижней линии. Давайте посмотрим мы на байбэк статусы. Ну, Твер Спирит Леон мог, конечно, собой жертвовать. У них есть еще возможность выкупиться и вернуться в игру. И Глифа, ты нет, самое главное. Ворвался Феймау. Трансфера по одному думу. Стенка-стяжка ДСа. Очень больно. Бойтс в таверне. Ну, сейчас уже Стонгей закончится. И на развороте можно будет подраться, например, в каком-нибудь хайграунду. Здесь очень рядом ДП. Джабс. Ворвался. Вейл. Забрили Свена. Также Вич-Доктор пуляет в таверну. Неплохо. Неплохо сыгран. Дабл-кил для мидера команды Сигнейти Траст. Ну и самое главное, не отдыхались. Это очень круто. Но ДП-шечка уже заявила о себе. Самое интересное, здесь у нас Верспирит даже 300 урона не нанес, хотя у него все было очень шикарно. Блинк Даггер появляется у Леона. Теперь можно играть поагрессивней. То есть самому ворваться, дать Станг Хекс, лишний раз создать Спейс и поле действия, вижен какой-то для Вайда, чтобы ему было удобнее ворваться. В свою очередь Блинк Даггер также появляется и у Дарк Сира. Итого получается, давайте мы посмотрим, у Рекс Рига 4 блинка. Ого! Против одного Блинк Даггера, двух Блинк Даггеров у Сигнейти Траст. Вайда и Леона. Окей, появился у нас второй Рошан. Здесь также есть и дабл-дэмэдж. Кстати, для Медузы это очень крутая тема. На данном этапе игры. Что у нас там по Медузе? Медуза 3К на руках. Встает, конечно, очень острый вопрос, выходить ли в Манта Стайл, либо же в Скаде. То есть вроде как в Скаде не так уж и далеко, да? Можно Ultimate Org купить и там немножко до поинт-бустера. Ну, вроде как и Манта в кармане. С другой стороны, купишь Манту, Свен Адимфик, твоя иллюзия развалит на раз-два. У нас Венчик не будет у нас выходить в кариты. Берет себе Гиперстол. Ну, Вижена. Сигнейти Траст по Вижену приседают. Не видят они движуху в Рош Пите. Но рядом есть Джабс. Сейчас он закинет камушек. И с палец всю движуху Пепси. Огромная проблема в том плане, для Сигнейти Трасту у них верхняя линия пушится. Да, пока пушится крипами, но тем не менее здесь есть тележка и медленно верно на здание отлетает. Будет здесь еще какой-нибудь герой, то по-любому пришлось бы к кому-нибудь достягиваться. Несомненно. Вообще, кстати говоря, Рекс и Рига могут банально на своих блинках ворваться. Плевать, есть Вижен, нет Вижена. И просто забрить этого Рошана. Почему бы нет? Потому что очень пассивно как-то Сигнейти Траст себя ведут. Понятное дело, Войд в позиции. Ждет сигнала команды. Вот Свен, а здесь феймалу. Ого-го. Стальные, стальные, конечно. Нервы у Вайда. Джабс. Как же они разводят этого Свена, а? Пошел Стоунгейс, Адмиду, сразу Коил. Забрили Дэвпропит. Рассфера по 2 им от Вайда. Стенка стяжка, неплохо. Под ДС, но тем не менее, люди гибнут. Это уже 3-0 даблкил для Свена. Ну и здесь без шансов. Это минус Медуза, это минус Эрспирит, это Тим Вайп. Это Тим Вайп от команды Сигнейти Траст. Даблкил забирает у нас Дум. Ну и что, Рошану не нужен? Да. Думу Рошан не нужен. Ребята, я иду пушить. Наверху уже вовсю пак. Будет топить линию. Внизу подпушивает Свен, ДС, Вич Доктор. Ну вот он первый байбек от Медузы. Пак, конечно, такой себе боец по зданиям, как мы видим. Но тем не менее, лишний раз развести на гриф дорогого стоит. Ну, Рекс Регам вообще сейчас очень шикарно сыграли. То есть пак изобразил такой движ, что будет пушить верхнюю линию. Внизу прибежал Вич Доктор со своими пацанами. Засветился на крипах. И подпушил нижнюю линию. Ну, пак отца должен уходить, если нет. Блин, хотя подкоп от Леона по таймингу. Палец, хорошо. 1200 получает сопов команды Сигнетчат Раск. Ну, Рошана все-таки заберут. Так вот, возвращаюсь до этого момента с паком. Как четко команда Дайер заверли своих оппонентов на байбек Медузы. То есть они увидели байбек, все поняли. Этого нам более чем достаточно. Уходим на Рошана. Убили двух зайцев, одним выстрелом. Шикарная игра. Ну, если бы, конечно, еще вот сейчас не зашквар от пака, было бы все просто чинно блин. Поинт бустер появляется Вич Доктора. 15 левел. Ну что, идут за байбеком пака, которого нет. Т2-то потеряет очень быстро. Там есть еще экзорстизм третий. Майбро. Что, боец? Нету байбека Медузы, конечно же. Там сейчас на нее ворвутся. И, соответственно, качели уже будут в другую сторону. Медузы 3.300. Скорее всего, это будет с Каде. Я так понимаю. Все-таки на 36-й минуте, наверное, монта не так актуальна, как хотелось бы. Все-таки Свен с этими иллюзиями по 1600 рп поговорить. Ну, банально там на раз-два. Может быть, даже два не будет на раз. Здесь нужно с Каде. Ну и самое главное, цеплять его в Блокенбар. Для 7 секунд с воинским шардом. Не стал делать кирасу. Давайте посмотрим на графики. Что у нас здесь? Ну, здесь все очевидно. Преимущество овер крутое. За Рексергам. По экспириенсу также у них все хорошо. Ну, а пак-то догон максит. Уже третий догон. Самое главное, это бирс дэмэдж. То есть, вот смотрим на какого-то Леона. На него врался Свен. Дал стан. Подлетел пак. Догон. До свидания. Все. Минус саппорт. Причем очень важно. Здесь два контроля. Здесь фингер. Эферлендс делает на саппорт команд Сигнечет раз. В атаку идут по Амиду. Рексергам. Знают они, что у Медузы нет байбэка. Там вообще ни у кого нет байбэка. Ну и последняя внешняя вышка теряется. Ну что, кто здесь первым нападет? В принципе, инсиация должна быть засигнечет раз. Разумеется, у них есть воед. Но с таким воедом лучше в разведку не идти. Конечно, центральная линия не самая лучшая для атаки. Но тем не менее. Здесь дайры могут нападать. У них есть четыре блинка. Ну и более того, здесь у пака в очередной раз проблема. Попытка растопешится, а дефропят. Никуда ты отсюда не уйдешь. Вот тебе вакуум. Ну и Майпро. Майпро умирает. Два сифона. С подводной лодки никуда не генишься. Это понятно. 70 секунд. Без дпшки. Но в свою очередь и пака нет. Пойдут ли дальше? До Игиса две минуты остается. Пак появится через 40 секунд. Перелетит на Бутсов Тревел. Глиф у Сигнеча Траст. Глиф есть. Выигрывают. Они выиграют время до... До своего мира. Светл 4-4 на руках. Заканчивается Игис. И какой-нибудь Кристаллиц подъезжает. Дейдалус. Ну все. Свен пошел на пофиг под ГДС. Через 10 секунд разуплится Пак. Пытается выиграть время. Кстати, обратите внимание. Свен-то уже без маны. На полстолба его пробили. Даже несмотря на то, что Кримсон активировал Doom. Хорошо. Но самое главное, что Свенчик без маны. Пак 4-й догон. Вот оно. Появляется Скади у Медузы. Вот это очень круто. Все, что нужно теперь для Сигнеча Траст. Просто выиграть время. Чтобы эта подруга настреляла. И заставить Рекс Ригам просто отойти. Бить им в спину. Гнать. Гнать аж до самого фонтана. С другой стороны, если самим врываться первым. Ну такое. Потому что здесь Медузи и криты нужны. Скади круто. Она толстая. Она цепляет в БКБ. Но по дэмаму же все равно пока еще вопросы. Пока еще по дэмиджу вопросы. Ну получается у нас АИС так и не реализован от Свена. Ну не реализован в том плане, что не потерял он его во время драки. Закончится естественным путем. С другой стороны появится Дейдаус. Что у нас там дальше интересного появляется. Дум. Дум вообще много всего вынес. 9-3-16. У Роум еще Дума. Все-таки согласитесь, очень круто. Потому что набирает оборот вот эта вот мета. Сама по себе активная игра. Дум на сапог. Бегает по карте. Наводит движуху. Это всегда очень здорово. Войет будет у нас выходить в Аганим. Есть у него коин бустер. Ну вот. 14-й левел. Ну и догоним мы здесь очень не скоро. Так бы хрансфера каждые 60 секунд. Здесь все-таки фармить и фармить. Давайте посмотрим по Мижину. Здесь 2 варда на карте стоит. А Сигнейча Траст. Вот такой вот свой сейвовый вард. И во вражеской территории. В свою очередь у Рексер Гам. Также карта. На Вижен не богат. Появляется Дейдаус у Свенечка. 22-й левел. Ну и теперь плюшки будут здорово. Объективно говоря здесь уже Свен собрался. Придумать нечего. Но то что у Медузы есть скади. И банально здесь хоть к бабке не ходи. Тебе могут за Хиттен ранить. Это очень такой острый вопрос. Ну здесь какие-то бойцы невидимого фронта. Леоны дум. Кто кого. Эх сейчас бы Шиву прожать. Ну не достало бы по Вижину. Давай. Догадаешься нет? Субтитры. 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 Обратили внимание? Такое ощущение, прям как будто Через шифт нажимал, просто фантастика Молодец, Бумбел Дум, явно этого не ожидал На то время пак у нас Все, что надо для настоящего пака Сделал, замаксил себе Дагон по самой неболой Свенчик Свенчик в инвизе Хотят его принять на Сантрике Хроносфера на Свена, убить его Убить вот так вот, хорошо, ошибается Ошибается керри команды в экстрегам Или он забирает Очередной стрик, то есть у нас Леон забрал Буквально минут Десять назад Стрик с пака 1200 Теперь стрик со Свена И вот он, Блинк Даггер, Эфир Лэнд Можно еще покупать расходники Всякие для своей команды Ну нормально, нормально Так бы, конечно, этот стрик отошел бы Какому-нибудь Вайдуба И Вайдаба уже почти был бы огоним Так, через 1000 монет, но тем не менее А у нас Медуза выходит В Баттерфлай Есть у нее талисманчик Но неплохо Пока все очень неплохо То есть был такой определенный момент Где-то в минуте на 30-35 Когда казалось бы, что Сигнетча Траст треснут Раз они закинули Два закинули И на рампу там пытались им зайти Но ничего подобного Нацепили у нас здесь пака Пак под Сайленсом Трансфера нету Феймау Прокует Баш По-прежнему Сайленс На паке Уходит Шифт Ииии Да ладно Приходит ДС Приходит ДУМ ДУМ на ДП Приходит Вич Доктор Запуржил ДПшечку Ну ДПП должно обирать То получилось у нас потеряли одного миндера, соответственно в свою очередь Signature Trust потеряли своего центрального игрока Там Свен раздуплесса, то есть теперь для Свена стоит вопрос, ему первое нужно собрать True Strike, ну разумеется Monkey Kid Bar Ему нужно собрать Boots of Travel, это без вариантов Но опять-таки, соберешь МКБшечку, вопрос от этого не решается Все-таки Медуза тот герой, который может под Т4 стоять в окружении мега-крипов и чувствовать себя прекрасно Да, она с базы никуда не выйдет, но тем не менее Аганим появляется у Вайда, вот это очень круто Теперь, сколько у нас длительность, там 6 секунд будет, перезарядка со скитером 60 секунд, хорошо Я напоминаю, друзья, что это всего лишь первая игра в матч-формате Best of 3 Проигравшая команда вылетает с турнира То есть здесь прям все черезня, понимаете? То есть, если бы здесь был бы Double Elimination Скорее всего, команды так бы не парились Чувствовали себя гораздо раскрепощеннее Ну, проиграем, проиграем, все же будет второй шанс Это играет большую роль А когда ты понимаешь, что все, проигрываешь и до свидания Соответственно, играешь очень аккуратно, на верочку, с максимальной выкладкой Появляется у нас Butterfly у Медузы, 23-й левел И, кстати говоря, мне кажется, вот сейчас уже наступил тот момент, когда можно свою Яшу играть в Монту Ну, Саша и Яша, наверное, все-таки здесь вещь такая, да? А вот Монта, наверное, пошла бы на пользу, несомненно То есть собрать Монту Собрать Криты Либо же там МКБ какое-то, да? И будет все очень шикарно В том, тем временем, у нас уже Хеппер охраняет Третьего Рошана Так хотят они этот сыр Аегис Но вот вопрос, а вместо чего, Свен? Вместо Доминатора? Вместо Саши Яш? Ну, Саша Яш ему очень много дает Не знаю, не знаю Ломается Вижен Левел 15-й Ну, от его третьего фингера особо прок не будет Там демеджа не совсем много, но тем не менее Да, самое главное, я вот провтыкал этот момент Что у нас появилось у Джамза А именно, Аганим Разбивает Смолк, Сигнетчат Раст Как интересно, они решили обойти Ну, он понимает, что там сейчас Рошан Появляется, и нужно сделать предварительный фраг Чтобы этого Рошана подзабрить Как они круто обходят Прям самый в тыл Он спадает Смолк и понимает, что враг где-то рядом Спалился движуху Вич Доктор Но Вижена нет, и Вич Доктор не понимает, что он только что делает Леона Леона забрит, Леон успевает разультиться Там Свен лоу хп, что Свен на него кидает лоту сорб Леон без байбека, ну и так же взамес ему вернуться Не сможет Глимер Кейп на Вич Докторе Вич Доктор запил Феймао Феймао по-прежнему хроносфера Есть вариант ставить Хрона И Хрона прекрасная по-троим И пошла навалить Медуза Вы посмотрите, как он четко поставил Хрона Прям буквально на самый краешек Даблкил для пака Ну и размен у нас 2-2 Дефар здесь, конечно, поработал Но дэмэдж такой себе Без агонима Хотя агоним-то у нас Вич Доктора появится Прям совсем немножечко Да, Медуза уже, конечно, очень жесткая боевая единица Как мы видим 4К урона И самое главное Свена Получилось забреть Свена Ну, не за место, не заканчивается Дум забрел у нас Вайда Забрели Дэдпро Опять даблкил для Дума Теперь пошла Медуза наваливать Разумеется, Аскади она никуда не отпустит Сейчас уже Глиммер Кейп должен закончиться Вгрызается Вич Доктора Есть кассочки Пытаются как-то развансовать Втроем бьют одну Медузу Но Медуза А если от Хайграунда сыграть? Нет, боится, все-таки уходит Отбелись Самое главное, защитили Арашана Рекс и Регам И хотят забрать эту Медузу Но там она под щитом Есть еще 300 маны Но ошибается, ошибается Здесь уже Леон Подходит Вич Доктор Будет ли кассочки? Прекрасный станок Леона Леон умирает Бумбейл в таверну Ну что, прям по Т4 пойдут? Нет Это было бы слишком жестко Здесь уже Эр Спирит Время заталкивать Эр Спирит Магдатайз Хорошо Дум попытка растопешаться Дум умирает Там же очень много Забирает стрих Эр Спирит Леона Ой, Леон, извиняюсь Вич Доктор по-прежнему бегает Со своим Медером Но понимает Да ладно, растопешаться Да ладно, растопешаться Улетают И Так же растопешился у нас Пак Ну и тем временем Уже появился Свен Уже можно заходить на Рошана Что, собственно, у нас кельту заты и делает Там сейчас у нас появится Дэд Пропят Появится скоро Леон Ну и так же команда Сигнет Четраст Побегут Обязаны Просто обязаны Бежать в Тустор Все, он ГДС Блинк и пошел здесь Криты по 1500 Здесь уже Эр Спирит В инвизии Его палят Рифт Нет Вижена Нет Вижена Спалился движуху Пепси Джабс тоже подумал, видимо Что есть там какой-то Трустрайк Трусайт Разумеется Ну что, поймал Будет ли прыгать Есть Войт Хрона Словил Стан Подходит Вич Доктор Пролетели кассочки Кассочки от Рошана Вот потрачен хросфер Блинкаут отдает У нас СВенчик И не теряйте Рошана Приходит сюда Медуза Да ладно Такая халява Они теряют Рошана Сыра Егис И Рекс Регам Просто отходят Поставил в камень Джабс Свена Свен раздуплился Ну можно наказывать Джабса Да, здесь буквально Раз-два удар Джабс умирает Большие лаги пошли Также минус три уже У Сигнетча Траст У них есть А Егис у Медузы Там Баттерфлай Медуза Как же она навалит Ее просто И Дефарт пилит Но ничего не боится Лакелс Хотя сейчас Все-таки отступает Сфокусирован у нас Свен на Дэв Пропит Дэв Пропит Под Думом Но она очень быстрая Понимает Свен Что лучше здесь забрить Лакелса Лакелс Все-таки умирает Как долго она живет Но это пока А Егис Здесь Майпро Байбай Катур Спирит У Эр Спирит сейчас Передет своим тиммейтам У него есть прокаст У него нет Бутсов Трейл Он летит на Т3 Только сейчас на ноге Вернет своей команде Там по стол гейзам 600 хп у Кальтузада Но Лакелс здесь Фулл хп У него и с манной проблем Также никаких нету Пак пытается Конечно как-то выиграть время Тем более уже и Джабс Подтянулся Время отходить Время отходить Все каленые Зацепили Дума Прекрасный камень от Джабса Ну и на Роллин Булдере Зацепил он Своего оппонента До свидания Дабл дэмэдж для Медузы Сколько всего здесь Произошло 7000 урона Все-таки как ни крути Но Скади Это очень грязно Для Свена Это очень грязно Да у него Огромное количество урона У него может Прокнуть крит Другой И даже третий Подряд Но Медуза Все это переживает Ну и самое главное У Медузы Просто есть Баттерфлай И вот появляется Демонейдж у Лакелза Я не рискнул сказать Друзья Что это будет МКБ Также я не рискнул сказать Что это будет Дейдаус Потому что возможно Все Возможно и Дивайн и Рапир Хотя как мы видим Ну вообще Если Медузу Настолько Не убивают Почему бы и Рапиру Не взять Да Макелз под Думан Деваджем Вбивает Муленко Странно падает Смотрим мы на Байбеке Поставил на всякий случай ДС стенку Ну такая себе Там все таки Рейндж героя Тавру упали Что с вами Будет ли врываться Ну только сбивает Линкесфер Ну здания то Падают И что делать Непонятно Вот она Кроссфера По троим Хорошо И пошла Медуза Наваливать Здесь еще прокастов Леона Все в бедного Свена Свен лоу хп БКБ только сейчас Прожимает И пытается убежать Но вот Дум Дали Медузе Ну и вообще По барабану Барабан за Свен Раз Два Раз Два Минус Медуза Минус ее спирит Прекрасно Медуза 110 секунд Таверни Есть у нее байбек Запилили Пропят Майпро Инфернал плейд Ойойойойой 1500 Это жесть Там так Не повезло Медузе Обратили вы Внимание Друзья То что Да у нее есть Бабочка Это очень круто Но вот Сыграла Вот эта вот Злая шутка Когда рядом с тобой Какой-то крип А в данном случае Под Крипом Я подразумеваю И Свенчик Просто бил по нему И разумеется За счет Клеева Там уже По барабану Есть у тебя У ворота Нету Будьте любезны В таверну Ну что Байбек от Медузы Теперь же на рампу Заходит Рекс Реган Свен без ГДС Феймал Феймал в таверну Есть байбек от Вайда Сразу делает Там еще Каносфера Можно поставить Хрона Хрона По троим Хорошо Лакелс Пошел выдавать ДПС Скоро откатится Стоунгейз Родовый Свенчик Ну отогнали Отдефались Это самое главное Можно еще и Думу Попробовать забрать Накинул ему Сюрш ДС Отходят Отходят ребята Из Рекс Реган Ну забрели Одного Леона Также Вайда Конечно же И вот у нас Сделал байбек Все таки Это Дейдаус На верочку будет играть Без всяких Дивайн Рапир Ну знаете Мне кажется Если бы Медузаус В меде Минутами ранее Так легко Не забрели С помощью Эр Спирита Разумеется Возможно Мы бы и увидели Дивайн Рапира Ну а так пока Хозе Хозе Да не хозе А точно Дейдаус Дейдаус Я думаю А почему бы Товарищу Вайду Который уже разыгрался И показывает Хороший уровень игры По сравнению с началом Ставит Очень хорошие трансферы Почему бы не собрать Рефрешер По монополу Как раз таки Он проходит И 12 секунд контроля Для медузы Ну Грязно Грязно Хотя вот сейчас С Дейдаусом Мы посмотрим Какой пойдет ДПС выдавать Локельс Такое С Вауна Тем временем Уплотняется Приобретает себе Сатаник 9-4-19 Ну вот смоки Сейчас С Рекс Реган Не хотят Не хотят Они подниматься По лоу граунду На хай граунд Решают сыграть На верочку Обойти в леса Здесь очень будет Иметь большое значение Кто первым нападет Сижу Дэс на себя Ворвался Убьет 2х И сразу съехал Леона Прекрасно Держишь Свен Раз-два Минус Леончик Трансферу Конечно поставил Фейма Он такая себе охрана Джабс тоже умирает Джабс не нажал Магнетайз Минус 3 Усигнетчат Раз Минус 4 Нету медузы Медузы без байбека Две минуты в таверну Ну и Кажется Это ГГшечка Подъехала Дэс пропит Конечно пытаясь здесь Как-то стянуть Под экзорцизмом Пуша центральную линию Но Но Свен В лейте Не прощает Ворвался Раз-два До свидания Все таки Как ни крути Медуза При всей ее Плотности Жирности И Жизни В замесе Не обладает Таким берстон Какой есть у Свен Нижняя сторона Теряется Так точно Лиф отсутствует Ну вот Битуза появится через 80 секунд Будет сейчас Появится Леон Появится Вер Спирит У них будет прокаст В трон Просто решает уходить в трон Правильно Там нет экзорцизма В Дэд Пропит В принципе все верно Но тем не менее Сигнайчат раз Гуд гейм Велплейт не пишет Они понимают Что есть еще возможность Зацепиться С прокастом Вер Спирита Можно попробовать Ошибается Дэд Пропит Ошибается Дэд Пропит Майпро Сифон В ДС Пока живет Т4 упали Глифа нет И еще будет не скоро Майпро пытается выиграть время Юр Спирит Леон Уже готов врываться Пора Ребята пора Юр Спирит пошел Ой зацепили Джабза Джабза стянули Убили Сразу Дэд Пропит Байбэк Ну Свен здесь просто На пофиг Под БКБшечкой Забивает трон И это ГГ Блин я до последнего Верил в Сигнайчат раз Что у них сейчас получится Отогнать Врагов от своей От своего трона Но тем не менее Блин Лютая Игра в исполнении Тихо азиатов Не так ли 56 минут Сколько мы с вами видели 74 фрага Да Именно так Вполне Бодрый результат Господа Это всего лишь Первая катка Поэтому Ни в коем случае Никуда не переключайтесь 5 минут Музыки И оставайтесь с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok